Спартакиада – это главное спортивное мероприятие, которое атомщики ждут с нетерпением, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой командный дух – ловкость, выносливость и стремление к победе. С началом состязания участников поздравил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Мы пришли на стадион для того, чтобы пообщаться здесь, приобщиться к теми на спорте, которые есть, показать свою подготовку, если получится победить. Сразу после открытия состоялись весёлые старты и соревнования по перетягиванию каната. По итогам шести эстафет среди пяти команд первое место заняла объединённая команда «Энергия», на втором месте команда реакторного цеха, третье место – команда цеха тепловой автоматики измерений. В перетягивании каната жаркая борьба за первенство снова развернулась между основными фаворитами – командами «РЦ» и «Энергия». В напряжённом противостоянии с равными силами реакторный цех всё же взял реванш и в итоге стал лидером. В этом году гораздо интереснее было соревноваться, когда подготовленные соперники чувствуются напряжение в игре. То есть это подзадоривает, наоборот, стимулирует, на следующий год готовиться ещё сильнее. Спартакиада работников Смоленской АЭС проходит при поддержке администрации профсоюзного комитета атомной станции. Ежегодно в ней принимают участие ветераны-атомщики, более тысячи работников подразделений предприятия и подрядных организаций. У нас есть настоящие лидеры этого движения, которые зажигают, организуют, всегда популяризируют спортивное трудовое движение. Благодаря этим людям остальной коллектив вовлекается во всю эту работу. Поэтому всегда с большим, огромным удовольствием есть костяк, который занимается, участвует во всех спартакиадах. И есть спортсмены, которые выступают на достаточно высоком уровне. Спартакиада включает в себя 18 дисциплин. Соревнования проходят на спортивных сооружениях атомной станции, стадионе «Атомтранс», лыжной трассе и полигоне для спортивного ориентирования в деревне Генина с января по ноябрь. Впереди у спортсменов-атомщиков еще много интересных и увлекательных состязаний. Торжественное подведение итогов спартакиады и награждение победителей и призеров состоится традиционно в декабре накануне Дня энергетика.